Ну и теперь время для нашей традиционной олимпийской странички. Каждый день в преддверии стартующих вскоре зимних олимпийских игр в Сочи мы рассказываем о прошедших играх и героях Белых Олимпиад. Слово директора Государственного музея спорта Елене Стягиной Елисеевой. Государственный музей спорта представляет цикл программ Герои Белых Олимпиад. На Олимпиаде 1972 года в Саппоро советская конькобежка Галина Кулакова, победив в обоих индивидуальных гонках и вместе с подругами выиграв эстафету, завоевала три золотые медали. Свою силу и выносливость спортсменка объясняла суровым детством. Родившись в деревне, Галина Кулакова росла очень крепкой девушкой. Рано приобщилась к тяжелому крестьянскому труду и работала в коровнике дояркой. К лыжам она привыкла с малых лет. Каждый день ей приходилось пробегать до школы и обратно 10 километров. Стремительное восхождение к спортивным вершинам лыжницы из Удмуртии началось по чистой случайности. Однажды 22-летняя Галина гостила у сестры, которая попросила ее пробежать вместо нее 3 километра на заводских соревнованиях. Галина согласилась и неожиданно пришла к финишу второй. Чтобы обман не раскрылся, сразу после окончания гонки Галина сбежала и вскоре уехала домой в родное село. Но результат спортсменки настолько поразил тренеров, что они стали разыскивать ее. И сестре Галины пришлось рассказать всю правду. Один из членов тренерского штаба отыскал сбежавшую Кулакову и уговорил ее заняться лыжным спортом. Так Галина встретила своего первого тренера и будущего мужа. За свою спортивную карьеру Галина Кулакова участвовала в четырех олимпиадах и является обладательницей восьми олимпийских наград. Четырех золотых, двух серебряных и двух бронзовых. После того, как Галина Кулакова достигла вершины славы, ей предлагали переехать в Москву. Но привыкшая к деревенской жизни, спортсменка только качала головой. «Нет, я лыжница, и мне нужен снег». В год проведения Олимпийских игр в Ижевске был торжественно открыт монумент «Дружба народов». После того, как Галина Кулакова стала абсолютной олимпиадой,